Всем привет, это Анатолий Раченко и Дмитрий Белоусов. И сегодня у нас внеплановый выпуск новостей. Он посвящен всего лишь одной крутой новости, но мы решили сделать его не в декабре, как планировали, а прямо сейчас. Расскажи, в чем дело. Да, если вы помните, то в прошлом выпуске новостей, в самом конце, мы говорили о том, что мы готовим стыковку UTX и UT Investment, нашей криптобиржи и инвестиционной платформы. Это завершающий этап нашего большого трехлетнего плана. Но инвестиции в Pre-IP и UTX теперь становятся намного комфортнее, потому что мы решили самую главную проблему при инвестициях в эти инвестиционные идеи. Сейчас это все уже работает, мы за этим наблюдаем очень внимательно и в ближайшее время будем добавлять все новые и новые функции. Самое главное уже сделано. Вы можете зайти в любую инвестицию за несколько секунд и также через несколько секунд ее закрыть вдруг, если вам почему-то это захотелось. Как это работает? Собственно, как это работало раньше? Раньше мы собирали заявки с инвесторов и раз в неделю по вторникам исполняли их вручную. Это занимало практически целый день работы администратора платформы. Сейчас все заявки напрямую летят в механизм биржи UTX, точнее в его ядро, а там их ждет MarketMaker. Это специальный участник, который обеспечивает ликвидность для входа в инвестиции и для выхода. Самое главное в итоге, чтобы понять, что это такое, больше не нужно ждать 1-3 года, если вдруг вам понадобились срочно деньги. Находясь в инвестиции, вы можете в любой момент из нее выйти. То есть нет ограничения больше по сроку инвестиций. Это очень хайповая тема, в той же самой любимой нам кремниевой долины или силиконовой, кто как ее называет. Огромное количество стартапов и компаний, и даже инвестбанков пытаются сделать такую технологию, и пока это еще не работает. А наши инвесторы, то есть вы можете уже использовать это прямо сейчас. Но это еще не все. Раньше стоимость досрочного выхода составляла 15%. Это как раз та скидка, которую мы предлагали новому инвестору, чтобы цена актива для него казалась привлекательной. И реально этих инвесторов мы искали в ручном режиме. Теперь все происходит автоматически. Так как количество инвесторов растет, и мы смогли сделать вот эту автоматизацию, сделки происходят внутри платформы между инвесторами по одной и той же цене. Цена входа в инвестицию равна цене выхода. То есть досрочный выход теперь стоит 0. Пара нюансов, о которых очень важно сказать. Так как ситуация на рынке меняется, и все это происходит благодаря нашему маркетмейкеру, в случае каких-то неблагоприятных ситуаций, он может все-таки менять цену. Это будет не 0, а чуть ниже, между 0 и 15. Но в любом случае мы постараемся удерживать цену на нулевом уровне для досрочных выходов. Теперь, когда один из инвесторов захочет продать свою инвестицию, она сразу автоматически появляется на платформе. То есть инвестиции будут появляться больше, они будут появляться, исчезать. Так что чаще заходите на платформу и имейте возможность купить то, что хотели очень давно. Например, ту же Coursera. Да, а если вдруг ваша заявка будет отклонена, это потому, что вы превысили объем на покупку или на продажу. Просто попробуйте поменьше, а мы скоро сделаем так, что вы будете видеть объем тот, который есть. В конце мы все покажем на примерах на компьютере. Если вы вдруг что-то не поняли, сможете разобраться позже. А сейчас нужно рассказать про еще одну часть этой большой истории с автоматизацией OTC при IPO. В общем, раздел UT Passport. В первую очередь, в этом разделе вам будет предложено пройти процедуру KYC, то есть know your customer, знайте своего клиента, внести дополнительные данные. В первую очередь, это делается для того, чтобы обезопасить ваш аккаунт от доступа третьих лиц, всяких хакеров. Ну и опять же, если вы элементарно потеряли логин и пароль, не можете зайти в свой личный кабинет с помощью этой дополнительной информации, мы можем быстро восстановить к этому доступ. Не стоит забывать, что есть отличная новая функция двухфакторная атернативикация. У многих клиентов она уже включена, но от тех, кого не включена, мы просим вас, пожалуйста, пройдите и включите ее. Это также поможет вам обезопасить ваш аккаунт от доступа третьих лиц. Ну и, конечно, одна из основных функций UT Passport это KYC. Многие из вас знают то, что мы работаем над развитием своей юридической структуры, и KYC в ближайшее время, а может быть не совсем ближайшее, окажет нам неоценимую помощь в том, чтобы перейти на новую юридическую структуру. В первую очередь мы надеемся, что мы сможем реализовать инвестиции в pre-IPO и OTC не только через интерфейс инвестмента, но и через более динамичные интерфейсы биржи UTex. Поэтому, если вы хотите в будущем получить более удобный способ активно работать с инвестициями в эти идеи, welcome в KYC. Впрочем, процедура KYC не вносит каких-то серьезных изменений в нашу работу. В общем, если у вас есть возможность это пройти, мы вам будем благодарны, но если по каким-то причинам вы не собираетесь это делать в ближайшее время, то, возможно, появление новых продуктов, которые будут обязывать пройти это KYC, сможет вас каким-то образом простимулировать. Итак, смотрим, как работают автоматизированные инвестиции в pre-IPO и OTC. Будем использовать в качестве инструмента инвестиционную идею Udemy. Во-первых, это компания из онлайн образования, которая сейчас очень сильно растет, самые быстрые темпы, все сидят дома и учатся через интернет. Также у нас на платформе уже появлялась эта компания, и ее расхватывали как горячие пирожки. Если вы не успели купить, то можно купить это прямо сейчас. Успех, наверное, этой инвестиции уже обусловлен тем, что до этого компания схожего сектора Coursera уже выросла за полгода буквально на 100% в 13-25 долларов. В Udemy инвестировали такие гиганты венчурного рынка, как 500 стартапс, Insight Partners и Наваль Равикант, сам, собственно, легендарный. И самое главное, что мы ожидаем, что IPO этих компаний, что Coursera, что Udemy, а нас интересует непосредственно Udemy, будет в первом квартале 2021 года. То есть очень большая вероятность этого есть. И когда все будут покупать уже по высокой оценке, по высокой цене, мы можем купить прямо сейчас ее, и в этом нам поможет Дмитрий Белоусов. Собственно, Дмитрий Белоусов и аккаунт, любезно предоставленный одним из наших инвесторов. Пойдемте по сценариям, в которых автоматизация сильно упрощает жизнь, например, начинающего инвестора. Представьте, что вы впервые сюда попали, на unitedtraders.com, регистрируемся. Итак, мы как начинающий пользователь зарегистрировались, попали в аккаунт, пополняем счет, ищем инвестиционную идею, нажимаем на при IPO, находим Udemy. Мы хотим просто разобраться, как работает платформа, посмотреть что да как. Ну, допустим, мы закинули 100 долларов для начала, просто чтобы что-то изучить. В Udemy минимальная инвестиция 27, нажимаем кнопку инвестировать, и видим, что наша заявка принята, и идем смотреть, что с ней происходит. Вот наша заявочка, нам пишут, что она исполняется. Давайте обновим страницу и посмотрим, что будет. Вуаля, инвестировано. У нас теперь инвестиция составляет 25 долларов 50 центов, что соответствует примерно стоимости одной акции Udemy. Цена меняется небыстро, как вы знаете, только в первом полугодии, 21 года мы ждем IPO. Ну, давайте попробуем продать, просто чтобы понять, деньги ушли, деньги придут, или, может быть, не придут. Вот нам предлагают продать одну акцию по цене, по той же цене, по которой мы сейчас вошли, 25.50. Мы только заплатим комиссию на выход полпроцента и заплатили комиссию на вход. Нажимаем вывести все. Обновим страницу, чтобы посмотреть, что произошло. Вуаля, инвестиция завершена. Как ты сказал, не больше одного доллара. Это ли не чудо? На самом деле мы очень гордимся этой штукой. Возможно, это здесь выглядит очень просто. Но на самом деле это был мучительный процесс, когда новые инвесторы приходили, подавали заявки, ждали их исполнения, а потом еще не могли выйти. Сейчас вот это все можно делать. А давайте попробуем разобрать другой кейс. Допустим, вы уже опытный инвестор и пользуетесь нашей платформой, инвестируете не один месяц, а несколько лет. И вам повезло купить Coursera, на который вы за полгода сделали 80% прибыли. Мы хотим зафиксировать часть прибыли, к примеру, для того, чтобы купить что-то приятное на платформе, а это Udemy. Нажимаем кнопочку «Продать». Только, пожалуйста, осторожней. Очень просил человека не продавать больше одной акции, потому что из Coursera выходить никто не хочет. Хорошо. Нажимаем «Вывести часть». Все очень просто. Одна акция, 25 долларов. Вывести. Давайте посмотрим детализацию операций по этой инвестиции. Было 697 акций Coursera, купленные по 13.86. И мы продали одну уже по цене 25 баксов. Это ли не прекрасно? Ну и третий кейс, который мы должны разобрать, это идеальный кейс. Когда у вас уже есть Coursera и вам нужно пополнить счет для того, чтобы купить Udemy. И также в вашем портфеле еще есть много других разных бумаг и OTC, и IPO, и акций. Ваш портфель диверсифицирован, он растет и, соответственно, нужно постоянно докупать что-то новое. На этом все. Спасибо за просмотр этого видео. Спасибо, что пользуетесь нашей платформой. И, пожалуйста, пользуйтесь новыми автоматизированными инвестициями в при IPO и OTC. И, конечно, проходите KYC, чтобы в будущем получать новые возможности первыми. И если вы еще не зарегистрированы на нашей платформе, ссылка на регистрацию в описании. Регистрируйтесь, проходите KYC, успейте купить Udemy. И самое главное, если вы новый пользователь, не забывайте о рисках, диверсифицируйте в своих портфеле. Спасибо. Пока.